Эфир канал ОТС продолжают информационные итоги дня в студии. Екатерина Тихомирова, здравствуйте. Коротко о главных темах. Шлагбаумов нет, и горожане спокойно гуляют в запрещенных местах, что грозит на нарушение постановления властей. Около 7,5 тысяч тонн металлоконструкции сейчас сосредоточены на площади в несколько гектаров. Это будущие пролеты и арки строящегося моста через ОПИ. Подрядчиков на переправе не меняют. С какими сложностями столкнулись строители 4-го моста через ОПИ? Все время ремонта, пока меняли газовую горелку и реставрировали чашу, Вечный Огонь находился в помещении поста номер один. Это тот самый огонь, который осенью привезли из Москвы с Красной площадью. На Монументе Славы опять зажгли Вечный Огонь. Какие конструктивные особенности у новой газовой горелки? Начнем с ежедневной сводки по коронавирусу. В Новосибирской области 17 новых случаев заражения COVID-19 за сутки. 7 заболевших никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными больными. 168 подтвержденных случаев. 23 пациента сегодня выписаны с выздоровлением. Большая часть, конечно, остается еще в стационарах города, потому что это обусловлено тем, что даже если человек чувствует себя хорошо, то карантинные мероприятия проводятся в течение 14 дней. И человек должен быть выписан после двух отрицательных мазков на коронавирусную инфекцию. Тем, кто остается дома, региональное правительство рекомендует пользоваться новым мобильным приложением 112 «Экстренная помощь». Устроено оно так, что сообщить о происшествии или вызвать экстренные службы можно одним касанием. Диспетчер сразу получит данные профиля, ваш номер телефона и геоданные места нахождения. Отмечу, что с сегодняшнего дня все, кто отправлен врачами на карантин, обязаны будут установить навигационное приложение для контроля передвижения. А со следующей недели маски должны стать обязательным атрибутом для каждого новосибирца. Опять же, это в рамках создания безопасности для граждан и профилактических мер. Это обязательное требование введения масочного режима в местах общественного пользования, в общественных местах, в транспорте. Это обязательное условие. И думаю, что в следующей неделе это требование будет реализовано в территории региона. В столице нашего региона должно быть подготовлено не меньше 2200 коек для больных коронавирусом. Такую задачу озвучил сегодня губернатор Андрей Травников на совещании с руководителями всех крупных больниц мегаполиса. Напомню, первая и одиннадцатая инфекционные клиники уже стали центрами, куда доставляют всех больных пневмонии и пациентов с подозрением на COVID-19. След за областным госпиталем ветеранов и третьей детской инфекционной перепрофилируют и стационары 25-й и 12-й больниц. О настройплощадках и промышленных производствах после того, как у одного из рабочих обнаружили коронавирус, усилят меры безопасности. И это тоже распоряжение главы региона. Мы находимся сейчас в цехе по производству железобетонных конструкций, стеновых панелей. Все материалы, которые находятся за моей спиной, уже завтра отправят на стройки. Например, в микрорайон Весенний там возводят жилмассив и в Болотное там возводят школу. А производство темпов не снижает. В день они выпускают по 40 стен и в целом работают в штатном режиме. Но с соблюдением мер предосторожности. Рабочие в масках, перчатках. У них постоянно проверяют температуру тела. На заводе сейчас трудятся больше 200 человек. Часть коллектива работает из дома. Так как в Новосибирской области в строительной сфере выявлен один очаг распространения коронавируса, губернатор Новосибирской области сегодня пришел с проверкой в крупную строительную компанию. И вот как он комментирует сложившуюся ситуацию. С этой недели мы ужесточаем контроль за обеспечением мер безопасности в организациях и предприятиях. Потому что мы поставили себе цель не допустить возникновения очагов заболевания. Потому что это дает наибольший прирост инфицированных. Поэтому при выявлении повторного случая нарушений тех рекомендаций, которые выданы Роспотребнадзором, мы кроме привлечения к ответственности в виде штрафа, накладываемого на юридическое лицо, будем еще через суд добиваться приостановки его работы. То есть, по сути дела, отзывать то разрешение, которое мы выдали. За соблюдением мер предосторожности должны следить руководители предприятий с особой тщательностью. Ведь пик заболеваемости в стране еще не пройден. Также сейчас правительство региона обсуждают о возможной мере поддержки строительной отрасли в этот непростой период. Екатерина Стывко, Александр Миняйло, Новости ОТС. Тем временем в закрытом накануне на Рымском сквере сегодня вновь гуляют люди. Запрет на прогулки никто не отменял, но многие горожане его просто игнорируют. И поведение свое объясняют небеспечностью, а усталостью от нахождения дома, рассказывает Александр Шпак. На Рымский сквер. Отличное место для прогулки, если бы не режим самоизоляции. Вчера оперативный штаб по борьбе с коронавирусом закрыл сквер для посетителей. Но уже сегодня заградительные ленточки лежат на земле, а на скамейках вновь отдыхают люди. Сергей Бурунов каждый день гуляет по скверу. И сегодня привычки не изменяет. Где еще дышать кислородом, как не в сквер? Сквер – самое безопасное место. Никто не толпится, ничего. Все замечательно. По домам, ведь чтоб гипоксия была, ужас какой-то. Мария Чучуйка тоже нарушает режим самоизоляции, но не часто. Дочек старается беречь. Мы уже два месяца сидим дома. Мы вышли по работе, по дороге парк. В сквер живет, как обычно. Дети гоняют голубей. На скамейке уединилась влюбленная пара. В кофейне возле фонтана ждут новых заказов. Добрый день. Можно ли вас кофеечек купить? Да, конечно, какой. Латте, средний. Хорошо. В пресс-службе мэрии объяснили, за прогулку стражи порядка не штрафуют. Встретят, попросят уйти. Вот только полицейских патрулей в сквере не видно. Романа Силаева полиция останавливала. Правда, в метро. Ну, конституцию, что дома сидеть надо и так далее и тому подобное. А вы? Работать кто будете? Штрафовать будут только тех, кто нарушает режим принудительного карантина, а не добровольной самоизоляции. Зачем нужна самоизоляция, новосибирцы понимают, но все равно находят повод расслабиться. Жить в постоянной панике это противоречит нормальным законам психики, но соблюдать меры безопасности определенные надо всегда и везде. Таким же образом администрация закроет Михайловскую набережную, центральный парк, Первомайский сквер и другие прогулочные локации города. Произойдет это в ближайшее время. Александр Шпак, Алексей Баженов, новости ОТС. Новосибирской области резко осложнилась пожарная обстановка, в связи с чем усилены группировки экстренных служб. Так, в Машковском районе для тушения огня в дачном обществе пришлось использовать специальный поезд. В пригородах Новосибирска в обществах «Чистые луга» и «Озерки-1» работают аэромобильные группировки. В северных и центральных районах области сформированы бригады беспилотных летательных аппаратов, ведется мониторинг с воздуха. При необходимости задействуют еще пять пожарных поездов РЖД и авиацию Росгвардии. В готовности к применению авиации Росгвардии, подразделения Министерства обороны, а также ведомственной охраны железной дороги. На настоящий момент поступило и обработано более 250 заявок по возгораниям сухой травинистой растительности. Под угрозой находятся более 10 населенных пунктов и садово-дачных участков на территории области. В квартирах новосибирцев станет прохладнее. В городе досрочно завершили отопительный сезон. Это самое раннее отключение тепла за последние 10 лет. Такое решение городские власти приняли из-за аномально жаркой погоды в третьей декаде апреля. Почти неделю среднесуточная температура воздуха держится на уровне плюс 10 градусов. А сегодня днем столбик термометра поднялся до отметки 27 по Цельсию. График теплоподачи пришлось срочно корректировать. Напомню, традиционный срок отключения – середина мая. И не лишним будет добавить, что к выходным жара все-таки спадет. Уже завтра до плюс 18 и будет пасмурно. Проезд через ОПЕ в Новосибирске станет платным. Правда, только при движении по новому мосту, который возводят в створе улицы Ипподромская. Строители готовятся к возведению опоры и бурению тоннеля под участком Транссиба. Дмитрий Белькевич наблюдал за работой на этом объекте. Около 7,5 тысяч тонн металлоконструкции сейчас сосредоточены на площади в несколько гектаров. Это будущие пролеты и арки строящегося моста через ОПЕ. Это будет четвертый мост, он будет платный. Первые ограничения движения, связанные с новым этапом строительства, стартуют уже в начале мая. Работы будут вестись ночью для того, чтобы не создавать напряженные ситуации, связанные с изменением трафика движения в городе. Одновременно готовят конструкции к установке, строят подъездные пути, а консессионер решает вопрос с землей под новый объект. К настоящему времени под застройку удалось получить больше 80% площадей. С собственниками остальных участков работа идет тяжело. Чтобы мы изъяли что-то, надо оформить собственность. В основном вы сами знаете проблемы. Они просто живут, и когда петушок клюнет, они начинают оформлять документы. Мы просто так не можем деньги, они оформляют. В том числе, вот 4 участка, здесь порядка 340 гаражей. И мы должны их выкупить все. Вот и сложности в этом. Некоторые гаражи не можем найти собственника, брошенные. Вот такие сложности. Но главные трудности, как уверены подрядчики, впереди. И связаны они с масштабом предстоящих работ. Основные конструктивы, которые будем выполнять, это сооружение мостового перехода непосредственно в русле реки. В ближайшее время будем приступать к сооружению устройства основания опор. Это тоннель через трансиб по основному ходу. Значит, это эстакада основного хода на этом участке, когда получаем разрешение. И в планах этого года также приступить к сооружению пилона вантового участка. Еще одна проблема – плотный трафик. Стройка может привести к транспортному коллапсу на левом берегу мегаполиса. Самым проблематичным участком станет площадь труда. Но трудности придется преодолевать. Дополнительно строительство данного мостового перехода у нас решит одну большую проблему. Это развязка на площади труда. Там будут разделены потоки. Трамвайные потоки, автомобильные потоки, железнодорожные потоки. То есть это будет тоже грандиозное сооружение, которое решит проблему пробок в районе площади труда. Сметная стоимость строительства – 37 миллиардов рублей. Значительная часть средств пойдет из федерального бюджета. Концессионер в объект вложит 8 миллиардов рублей, область – 3. К настоящему времени строители освоили около 3 миллиардов рублей. Дмитрий Белькевич, Алексей Погодин. Новости ОТС. Это информационные итоги дня. И смотрите далее в нашем выпуске. Надеемся, что в этом году сезон будет вовремя. Очень надеемся, ждем. Горожане жалуются. Реклама нарушает архитектуру улиц, заслоняет с собой культурные памятники. Муниципалитет приступает к сокращению количества рекламных счетов. В онлайн-формате есть свои плюсы. Все видеообращения будут записаны и размещены в интернете. Посмотреть их может любой желающий. Пламя памяти не погасло. Сегодня на Монументе славы вернули на прежнее место теперь уже обновленную чашу вечного огня. Кроме реставрации самого центрального элемента, заменили и газовую горелку. В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне языки пламени на мемориале взвелись с новой силой. За происходящим наблюдал Станислав Блинов. Все время ремонта, пока меняли газовую горелку и реставрировали чашу, вечный огонь находился в помещении поста номер один. Это тот самый огонь, который осенью привезли из Москвы с Красной площади. О том, что комплекс вечного огня нуждается в ремонте, выяснилось в ходе прошлогодней реконструкции Монумента славы. По всему диаметру чаши были обнаружены трещины. Было принято решение отправить ее на Сиблитмаш, туда, где ее и изготовили в 1967 году. У нас еще сохранились люди, которые тогда присутствовали при отлитии вот этой первой чаши. Конечно, они вспоминают тот волнительный момент. Сейчас это не менее было волнительно. Это очень большая ответственность. Чтобы уберечь чашу от перепадов температуры, нанесли специальное покрытие. А новую горелку вместе с автоматикой для мемориального комплекса изготовили по спецзаказу. Здесь роза ветров подразумевает очень большие порывы ветра. Поэтому данная горелка выбиралась именно ветроустойчивой. То есть она должна выдерживать порывы ветра. По гарантии газовая горелка должна прослужить без поломок не менее 8 лет. А с чаши вечного огня специалисты сняли все размеры, чтобы в случае необходимости изготовить точную копию. Станислав Блинов, Александр Миняйло, Новости ОТС. Продолжаем выпуск. В детских лагерях на период летнего оздоровительного периода в зависимости от степени сложности ситуации с коронавирусом не исключают введение масочного режима и готовятся по несколько раз в день измерять температуру тела сотрудников. До открытия лагерей еще больше месяца, но обсуждают условия пребывания школьников уже сегодня. Прямо сейчас в лагере «Олимпиец» идет подготовка к летнему оздоровительному сезону. Территорию убирают от старой листвы и шишек. Скоро проведут обработку против клещей. Далее мелочи. Где-то подкрутить, где-то подкрасить. В целом здесь, как и в других лагерях, уже почти готовы к заезду детей. Лагерь – это огромное хозяйство, которое требует ежегодного ремонта. Самое простое – это убрать, подкрасить до более глобальных ремонтов. Что-то там вышло из строя, нужно поменять, отремонтировать, капитальный ремонт. В принципе, у нас Министерство спорта нам помогает очень хорошо. Однако пандемия внесла свои коррективы. В лагерях меры безопасности усилят. Детей с признаками ОРВИ до отдыха не допустят. Возможно и введение масочного режима. Скорее всего, правила приема детей в детские лагеря будут, естественно, еще жестче, чем они были до этого. По крайней мере, термометрия первичная. Это отсечение, скажем так, детей, которые с подозрениями на какое-то заболевание, ОРВИ, ну, любое. В мае заездов не будет. Однако уже в июне сотрудники лагерей надеются принять детей. Правда, точно неизвестно, в начале или в конце месяца. В случаях, если родители сочтут нужным отменить поездку, организации возвратят деньги за путевки. Дмитрий Альтипов, Александр Егоров, Новости ОТС. С начала дачного сезона жителей на территории Кудрюшевского сельсовета становится в полтора раза больше, увеличивается нагрузка и на медицинские учреждения. Сегодня в Новосибирском районе было выездное совещание врачей и чиновников. Какие проблемы озвучили и какие решения предложили, расскажет Наталья Цопина. Как добраться до работы? Такой вопрос Татьяна Пихенько не мучает уже почти полгода. Квартира у фельдшера в одном здании с ФАПом. Открылся он 7 ноября. В поселок Приобский Татьяна приехала еще в августе. Успела поработать и в старом, разрушающемся здании в фельдшерско-акушерского пункта. ФАП этот вместе доделывали, отмывали, переезжали вместе. Как бы свою лепту я внесла в это дело. Я очень довольна. Жилье есть, дети рядом. Вижу, как растут внуки. Поселок прекрасный. Однако некоторые недочеты по благоустройству остались. Сегодня о них рассказывают главе района Андрею Михайлову. Рабочая поездка проходит по медучреждениям Кудряшовского сельсовета. Если в Приобском жители обслуживают в новом модульном ФАПе, то в Кудряшовском врачебная амбулатория уже не одно десятилетие. Расположена в приспособленном помещении. Не хватает ни площадей, ни мощностей. Сегодня в коридорах немноголюдно, некоторые кабинеты пустуют. Но это лишь потому, что перешли на новый режим работы. В данный момент в связи с ситуацией все беременные у нас останавливаются только на дому. Сюда они не приходят. То есть стараемся в основном обслуживать на дому населения в связи с ситуацией. Все у нас приемы плановые отменены. Прикрепленного населения с каждым годом больше. Идет активное строительство. Кто-то из мегаполиса переезжает в село на постоянное место жительства, другие – на время дачного сезона. Летом обслуживать приходится в полтора раза больше пациентов, говорят врачи. В последние годы озвучивают необходимость строительства нового здания. Скоро начнут работать над проектом врачебной амбулатории. Ежегодно прирастаем на 6,5 тысяч человек по району. Это хороший такой процент. Но, между тем, это еще и нагрузка на образовательную, социальную сферу, в том числе на систему, сферу здравоохранения. Поэтому это очень назрело-перезрело. И решение про эти проблемы строительство будет очень востребованным и желанным для жителей, в данном случае, Кудряшовской сельсии. Сейчас уже ищут земельный участок для размещения новой амбулатории. Начнут строительство в 2022 году, завершить планируют в 2023. В ближайших планах – технологическое оснащение уже действующей амбулатории и обеспечение доступности узких специалистов жителям сельсовета. Здесь специалисты общего профиля. Здесь, конечно, областная больница окажет всяческую помощь. Только по стиханию процессов напряженности и эпид-обстановки мы, конечно, в ближайшее время сможем организовать сюда нашу выездную модульную автомобиль с выездом самых-самых востребованных специалистов. Какие именно специалисты в приоритете сегодня успели обсудить. Впрочем, в Кудряшовском сельсовете уверены, смогут максимально загрузить врача любого профиля. Наталья Отсопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. О том, как в эти дни работает волонтерский региональный штаб из предпринимателей, политиков и просто неравнодушных граждан, расскажет Андрей Баев. Спасибо большое вам, ребята. Соблюдайте изоляцию, здоровье. Всего хорошего. Спасибо. Если что нужно, мы на связи. Звоните. Хорошо. Это тысячный продуктовый набор от волонтерской ячейки депутата Сергея Конько. Запасов в штабе еще хватает, как и звонков, которые поступают ежедневно. Когда люди сидят в изоляции, они должны знать, что о них кто-то заботится, что они не одни в четырех стенах. И если что, все службы работают, им готовы оказать помощь и содействие. А эту девушку уже знают далеко за пределами Новосибирска. Светлана бесплатно шьет тканевые маски. Про нее уже и китайское народное телевидение сюжет снимала. Сама про себя говорит, вообще не швея. Работает оперативным дежурным в муниципальной аварийно-спасательной службе. Когда ввели режим самоизоляции, Светлана увидела в интернете, что цена на маски выше 100 рублей. Я понимала, что люди, кто-то не может купить, кто-то не может позволить, кто-то не считает нужным за такие деньги покупать. Я предложила людям давать материалы, я вам сошью. Людям в среднем 5 масок, 10, до 10 масок в среднем люди просят. Просили из больницы маски, шилы из марли. В волонтерском штабе «Единой России» закупили все необходимое для очередной партии масок. Ткань, резинки и помощь двух дочерей. Этого, говорит Светлана, достаточно, чтобы шить по 8 часов в день. А вот кухня одного из новосибирских ресторанов. Работают на вынос не только для клиентов. В этих пакетах бесплатный ужин для врачей первой клинической больницы, которые работают в ночную смену. Обязательно у нас каждый день разное меню, полновесное, горячее. То есть это не меньше 150-200 грамм мясная составляющая и не меньше 150 грамм гарнир. Волонтерское движение «Мы вместе» объединило политиков, предпринимателей, общественной организации. Это может быть любой человек, который своим, может быть даже важным, но поделится. Тот самый случай, когда здесь нет смущений, здесь важно отреагировать на проблему, которая существует, и каждого человека найти возможность поддержать. Ответы на любые вопросы по режиму самоизоляции, господдержке или оказанию помощи тем, кто дома, по-прежнему можно по телефону горячей линии. Номер указан на экране. Андрей Баев, Александр Миняева, Новости ОТС. Другим темам. Муниципалитет сокращает количество наружной рекламы на улицах мегаполиса. Щиты, по которым и сяк контракт аренды с агентствами, демонтируют. В этом году власти планируют убрать две сотни баннеров. Тема продолжит Александр Шпак. Подъемный кран ждет команды. Крюк уже прицеплен к щитку. На улице Фрунзе демонтируют рекламный баннер. Мегаполис приводят к новому архитектурно-художественному регламенту. Мэром было принято решение еще в 2017 году о ежегодном 10% сокращении. И в принципе мы идем в этом графике. То есть за три года сократили порядка 700 щитов. С многотонного столба снимают рекламное полотно. Семен Попов культуролог. Затем, как проводят демонтаж, наблюдает с удовольствием. Оглянитесь, реклама повсюду. Ты проходишь мимо архитектурных памятников. Там даже тот же 100-квартирный дом. И ты видишь повсюду рекламные баннеры. В городе 2300 улиц. Баннеров свыше 3000. То есть реклама на каждом пятачке. А то и не одна. Передохнуть от рекламы в Новосибирске негде. Даже на кованых чугунных скамейках Первомайского сквера. Не найти покоя. С одной стороны баннеры разрушают эстетику улиц. С другой поддерживают городской бюджет. Один рекламный щит приносит муниципалитету до 250 тысяч рублей в год. Организации должны себя как-то рекламировать. Должны что-то зарабатывать. Ну вот, так считаю. Агентства, которые арендуют и оформляют рекламные баннеры, потеряли больше половины клиентов из-за режима самоизоляции. Выручка сократилась вдвое. А аренду платить нужно. Поэтому выгоднее не продлять контракт и отдать щит под демонтаж. Если та тенденция минус 50, минус 70, она сохранится как минимум еще в мае-июнь, мы уже будем в очень критичном состоянии. У нас сейчас на самом деле задача не то, что там заработать, а выжить просто. Но за пустые баннеры тоже нужно платить. Если нечем, администрация делает отсрочку. Правда, слово отсрочка значит долговая яма. Александр Шпак, Алексей Баженов, Новости ОТС. Школа в условиях пандемии – новые формы обучения. И, как показывает практика, популярные. Учиться теперь можно по телевизору, на канале ОТС и на одноименном YouTube-канале. Курс для начальной школы только стартовал на этой неделе, и мы уже получили положительные отзывы об этой программе. Со следующей недели занятия начнутся и для учеников среднего звена. Уроки проводят квалифицированные преподаватели со всей страны. Материалы предоставляет портал учи.ру. Каждое занятие по 20 минут, начало в 9 утра. Учителя не только доступным языком объясняют новый материал, но и задают домашнее задание. Добавлю, что проект школы в телеформате – идея руководства нашего телеканала. В региональном министерстве образования ее поддержали. И теперь закрепить пройденный по телевизору материал можно и в интернете. Уроки, которые выходят у нас в эфире, мы также размещаем в сети интернет. На нашем ютуб-канале, телеканал ОТС, можно найти эти уроки на главной страничке телеканала. И сразу на главной странице будет виден плейлист со всеми уроками, которые доступны на данный момент. По мере выхода новых заданий, новых уроков, плейлист будет пополняться. Всероссийская акция «100 баллов для победы» состоится в шестой раз, но впервые пройдет в онлайн-формате. А выпускники, получившие в прошлые годы максимальное количество баллов на ЕГЭ, поделятся опытом успешной подготовки с новичками. Белоозеро – Медынь, Дмитров – Кострома – Владимир, Галич – Трубчевск – Стародуб и Мещера вместе с ними. Поищите, пожалуйста, в книжках, что я пытался запомнить таким образом. Это стихотворение Евгений Панков сочинил для себя, когда готовился к ЕГЭ по истории, чтобы легче усваивалась информация. Юноша закончил школу в селе Ивановка Баганского района в 2018 году. Учился так хорошо, что стал победителем Олимпиады «Умники и умницы». Сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов и, как результат, поступил в МГИМО. «Сядьте в тишине и подумайте. Берегите свои нервы. Откройте календарь, посмотрите, сколько времени осталось для экзамена. Разделите его на равные промежутки. Потом то же самое сделайте с тем материалом, который вам предстоит выучить. И составьте себе своеобразный план работы». Акция «100 баллов для победы» – проект всероссийский. Вот уже на протяжении шести лет выпускники прошлых лет встречаются с теми, кому еще предстоит испытать, что такое ЕГЭ. В этом году живого общения не будет. Акция переходит в онлайн-формат. В онлайн-формате есть и свои плюсы. Все видеообращения от тех, кто получил 100 баллов по ЕГЭ в прошлые годы, будут записаны на видео и размещены в интернете. Посмотреть их может любой желающий. Это буквально инструкция по применению. Что почитать, посмотреть, как вести себя на экзамене. Такому учителя точно не научат. Чтобы сдать экзамен на 100 баллов, надо знать на 120. Отбросить волнение и максимально эффективно использовать свое время. Зубрить бесконечно тоже не нужно. Кроме основных учебников нужно использовать дополнительную информацию. Слушать лекции педагогов вузов. Это лишь малая часть советов. 100 баллов может набрать человек только в том случае, если он этого хочет. И никакой репетитор, никакой учитель в этом не помогут. Но зато есть учебники, зато есть сегодня масса методической литературы. Есть возможности использовать тот самый сетевой ресурс, те самые рекомендации ФИПИ. Очень много материалов выложено на сайте Рособранадзора. Очень много абсолютно бесплатных цифровых ресурсов сегодня в распоряжении наших выпускников. И самое главное, не стоит ни на кого надеяться. Шпаргалки точно не помогут, а скорее навредят. Если их обнаружат, без разговоров выставят за дверь. Это только добавит волнений. Ксения Петренко, Антон Мамаев, Новости ОТС. Сотрудники Новосибирского зоопарка поддерживают здоровый образ жизни и призывают к этому всех, кто знает и любит наш зоопарк. Утреннюю зарядку работники провели на главной аллее, а видео разместили в соцсетях. А если у вас есть интересные ролики или видеосоветы о том, чем заняться дома на карантине и как поддержать друзей и родных, присылайте их на почту otsnewsobakamail.ru Лучшие ролики мы покажем в эфире. А у меня на этом все. 23 апреля в студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание. Берегите себя. Оставайтесь дома. Здравствуйте. Прогноз на 24 апреля. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет пасмурно. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Влажность 38%. Температура ночью плюс 14-16. Днем плюс 26-28. В последующие 2 суток будет пасмурная погода. Температура воздуха в субботу плюс 11-13. В воскресенье плюс 16-18. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Отличного настроения и до встречи на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»